здравствуйте друзья в эфире программа библия говорит и с вами николай пастухов и алексей коломитцев пастор церкви слова благодати пастор алексей что такое любостяжание это один из религиозных терминов библейских терминов или старых слов которые в обиходе не употребляется любостяжание по большому счету связано с любовью к материальным ценностям приобретением разным оно связано со словом стяжать то есть приобретать что-то себе присваивать любостяжание связано с тем чтобы любить этот процесс священное писание очень серьезно к этому относятся очень категорично послание колоссянам в третьей главе мы читаем в пятом стихе следующие слова итак умертвите земные члены ваши блуд нечистоту страсть злую похоть и любостяжание которое есть идолослужение опасность любостяжание связано с несколькими особенностями этого первое здесь сказано есть это и есть идолослужение практически это значит что что-то занимает в жизни человека место которое должен занимать бог в самом разном смысле это может происходить это может быть точно становиться точкой опоры когда человек приобретая что-то он видит это что-то имущество деньги связи карьеру и так далее он видит своим основанием он видит что это даст ему прочную опору в жизни он видит что это даст ему статус в обществе он видит что это даст ему безопасность дожить свои годы и так далее и вот это и есть один из элементов идолослужения то есть что-то становится точкой опор когда единственной точкой опоры может быть бог и писание много раз говорит о том что имущество пропадает ржавчина съедает моль съедает воры крадут здоровье человек теряет наводнение приходит самые разные обстоятельства реформы денежные разные обстоятельства когда человек остается ни с чем но самое главное заключается в том что человек никогда не сможет на пол получить удовлетворение или получить опору в действительности в своем имуществе и поэтому писание предупреждает любостяжание очень опасно есть другие сферы почему до любостяжание становится идолопоклонством или идолом это когда человек надеется что его положение она принесет ему радость но даст вот этот потребность внутреннюю потребность души к удовлетворенности любостяжание или имущество всегда обманет она всегда приведет к разочарованию она никогда не сможет дать душе то в чем душа нуждается и по этой причине писание говорит итак умертвите земные члены ваши блуд которому стремится человеческая похоть нечистоту то что связано с практическими выражениями страсть злую похоть и любостяжание которое есть и для служения заметьте любостяжание стоит в одном ряду это вещь это явление того же самого порядка потому что это эти все явления они связаны с тем чему человек посвящает себя вместе с этим есть еще несколько мест писания которые позволяют увидеть любостяжание несколько с другой стороны когда у иисуса христа спросили какая самая большая заповедь иисус сказал возлюби господа бога твоего всем сердцем всей душой и всем разумением то есть когда мы говорим о нашей жизни она в огромной степени определяется тем что мы любим что или кого мы любим и когда что-то конкурирует с богом то это что-то всегда становится врагом бог если бог говорит возлюби господа бога всем сердцем всей душой и всем разумением он и имеет это в виду что наше посвящение богу должно быть полным конечно речь не идет о том когда мы посвящаем себя богу это исключает какое-либо другое посвящение нет но когда мы любим бога полностью вот тогда сквозь призму этой любви мы сможем увидеть правильное место для материальных явлений вещей в нашей жизни тогда тогда мы сможем понимать какое же место в нашей жизни должны занимать деньги какое место занимает богатство какое место занимает какие-то материальные возможности у нас будет правильные отношения к тому как эти инструменты могут послужить для божьих целей в жизни каждого из нас спасибо пастор алексей друзья на нашем сайте слова точка орг вы можете больше узнать о том что говорит библия и конечно присылайте нам ваши вопросы по адресу радио это слово точка орг благослови вас бог и и и и и